Мы члены общественного совета приема воды Ленинского городского округа Краснодара Сячеслава. Мы сегодня с такой небольшой проверкой, с коллегами пришли. Хотели бы узнать, как у вас проходит работа, как она налажена. Это помещение, видном на проспекте Ленинского комсомола, знакомо каждому, кто хоть раз выезжал за границу. Ведь именно здесь уже много лет выдают загрампаспорта. Раньше этот процесс занимал намного больше времени, а главное физических сил. Прием был в режиме живой очереди. Теперь все происходит через портал госуслуг. Но и в этом случае бывают сбои. Поэтому члены общественного совета при ОМВД и решили лично посетить миграционное управление, чтобы понять, от чего зависит качество оказания услуг. Возможность записаться имеется на каждую услугу. Глубина записи не превышает для граждан РФ свыше 14 дней, для иностранных граждан не превышает 30 дней. В зале имеется терминал для оплаты госпошлины по оказываемой услуге, для удобства граждан, чтобы не посещать Сбербанк, почта, либо иные ведомства, где можно платить. Благодаря модернизации получить загранпаспорт сейчас несложно. Достаточно заблаговременно заняться этим вопросом. В этом теперь уверен Андрей Крупский, у которого горящие путевки в Турцию. Но сотрудники иммиграционного отдела пошли молодому человеку навстречу. Через госуслуги достаточно удобно подавать заявление, действительно. А что касается выдачи, ну вот я сегодня пришел, сегодня формально нет выдачи, но я объяснил ситуацию, что отпуск сгорает, и сотрудники пошли навстречу, вот сказали подождать, сейчас собственно сижу, жду. По регламенту на оказание услуги по выдаче загранпаспорта государству дается месяц. Многих заявителей такое положение дел не устраивает. С этим вопросом к миграционной службе обратились представители общественного совета. Когда гражданин сдает заявление на заграничный паспорт, после этого проводятся проверки, которые предусмотрены приказом МВД. То есть есть ряд ведомств, которые должны нам дать разрешение на выезд этого гражданина. И ровно для этого, вот эти 30 дней, это исходя из того, это столько дней, сколько нужно провести эти проверки. А бывает такое, что там и 30 дней не хватает? Бывает такое. Есть категория граждан, военнослужащие, те, которые служили в каких-то секретных войсках, мы об этом не знаем. И ФСБ действительно еще дольше проверяет таких граждан. Да, действительно, есть категория, которых и 30 дней не хватает. Но загранпаспорт для россиян – это лишь верхушка айсберга. Большая работа в миграционном отделе идет с иностранцами. Здесь они могут оформить вид на жительство, подать документы на гражданство, встать на миграционный учет. В целом, работа оценивается удовлетворительно данного отдела. И мы, совместно с коллегами, это и подтвердили. Это подтверждают и заявители, которые отметили – ленинский миграционный отдел лучший в Московской области. Прием проходит на высоком уровне. Граждан очень принимают спокойно в рамках действующего законодательства. Поэтому мы очень довольны с данным отделом по вопросам миграции. Подобные рейды общественники сейчас проводят регулярно. До этого они уже посетили госавтоинспекцию. До конца лета представители совета намерены проверить все подведомственные отделы Министерства внутренних дел по Ленинскому округу. Юлия Пагасиан, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.